Этой осенью жители Самарской области выбирают для путешествий Москву, Сочи и Ялту. Большой интерес вызывает и Казань. В топ излюбленных мест отдыха вошли также Кисловодск, Анапа и Геленджик. К таким выводам пришли аналитики сервиса Яндекс.Путешествия. Они оценили, как в Самарской области реализуется программа рост туризма по получению кэшбэка. 20% за поездки по стране. Напомним, по этой программе можно вернуть до 20% потраченные суммы, если приобрести тур в один из регионов России до 5 декабря этого года. В Тольятти и Самару на вертолете доставили 7 тяжелых пациентов с пневмонией. Это жители Похвестнево, Приволжского, Безенчугского, Кошкинского, Камышлинского районов. Еще семерых человек привезли в больницы наземными реанимобилями, сообщает региональный Минздрав. И снова хищники замечены на улицах города. Как рассказывает автор поста в социальных сетях, ночью куница проникла на балкон жилого дома. После этого она перелезла на дерево прямо напротив окон. Девушка попыталась накормить хищника, но куница отказалась покидать свое убежище. Жительница обратилась к горожанам с просьбой приютить зверька или же найти прежних хозяев. В администрации Тольятти опровергли информацию о смерти от коронавируса заочи в школе номер 82 и действующем там в карантине. Школа ушла на досрочные каникулы из-за большого процента заболевших гриппом и ОРВИ. По словам руководителя департамента образования Тольятти Ларисы Лебедевой, сегодня ни одна школа города не находится на карантине. Также нет классов, которые бы изолировали из-за гриппа и ОРВИ. Но есть и те, кто перешли на удаленное обучение. Напомним, это два класса и 18 педагогов из учебных заведений 38 и 49. Причина у двух учеников этих школ был обнаружен коронавирус. Продолжение следует...